Сегодня здание Владивостокского городского дворца детского творчества стоит в лесах. С фасада очищают старую краску, внутри рабочие убирают обветшалую штукатурку, полностью демонтированы дверные проемы. Капитального ремонта здесь ждали долго, но когда дошло до дела, возникли проблемы. И в этот раз не финансового плана, а культурно-архитектурного. Комплекс, до сих пор известный в народе как Дворец пионеров, является уникальным дворцово-парковым ансамблем, единственным на Дальнем Востоке образцом советского модернизма. Это и есть то, что нужно сохранить. При реконструкции, конечно, можно менять отделку и какое-то цветовое решение помещений, комнат, где будут занятия, кванториумы проходить. Но изменять вот это основное композиционное решение общественных пространств здания ни в коем случае нельзя. Над оформлением дворца работали заслуженные художники-монументалисты. Архитекторы опасаются, что под угрозу исчезновения может попасть как внешняя отделка комплекса в виде панно горной, декоративных часов знаки зодиака, так и внутреннее оформление. Специалисты настаивают на сохранении таких элементов, как декоративная композиция корабль, мозаика купола планетария и светильник космос, а также зимний сад. Общественность взволнована тем, что в помещении дворца детского творчества ведется ремонт и решила задать нам пару вопросов. Отвечаю для всех, что ремонт это тот ремонт, которого мы все ждали. Хорошо, что нам выделили деньги на это. И мы поменяем полностью систему отопления, систему вентиляции, систему электрическую, изменим новую, поставим систему пожарной безопасности для того, чтобы наши дети могли заниматься научным и техническим творчеством, но и всеми остальными видами творчества, которыми они занимались и занимаются во дворце. Капитальный ремонт идет в рамках реализации федерального проекта «Кванториум». На сегодняшний день город и заказчик получили всевозможные подтверждения того, что Дворец пионеров – это культурный объект, в том числе заключение нескольких экспертных советов, письма творческих союзов и инспекции по охране объектов культурного наследия. Общественники предлагают создавать «Кванториум», не нанося ущерба ансамблю. Есть вещи, которые действительно, да, мы должны и их нужно оставить, и мы прислушались к мнению общественности, и да, фасад будет в едином стиле, он будет полностью белый, как это и задумывал архитектор Антонио Мехе. Далее те конструктивные элементы, которые были в административном корпусе – это латунный корабль и малая чаша бассейна с мозаикой, они тоже будут оставлены, потому что представляют культурную ценность. Ну а те вещи, которые мы должны привести в соответствие с современными нормами к образовательным учреждениям, естественно, мы сделаем их в соответствии с нормами. Тот факт, что мнение общественности все-таки услышали, вселяет некоторый оптимизм, а вот научатся ли в Приморской столице сохранять должным образом культурное наследие и обращать его на пользу и горожанам, и, что немаловажно, казне, используя как туристический объект, узнаем по окончании долгожданного, но скандального ремонта архитектурного ансамбля. Олег Завьялов, Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Новости на восьмом.